Институт искусств, медицинский университет, Академия государственной службы и управления. Своей площадке представили 9 ведущих вузов Республики Башкортостан. Еще не все выпускники определились с учебным заведением, в которое хотят поступить. Однако профессию большинство уже выбрали. Я очень хочу стать юристом и именно поэтому участвую в межвузовских олимпиадах по направлению права и истории общества знания, олимпиады первой, второй, третьей ступени. Мы планируем выиграть олимпиаду и поступить без вступительных испытаний в крутой юридический вуз. Официальная часть встречи прошла в концертном зале филармонии. Он вместил порядка 500 школьников из Краснокамского, Галтасинского, Бураевского районов, городов Агидель, Енаул, Дертюля и Нефтекамск. Поприветствовал гостей глава администрации. Эльдар Валидов отметил, что муниципалитет старается всячески поддерживать своих выпускников. Одна из мер поддержки наших выпускников и возможность получить качественное образование в вузе нашей республики это получение целевого направления на обучение. Заключение договоров на обучение по целевому направлению является и механизм решения проблемы кадрового дефицита в городе. Мы на сегодняшний день говорим и кадры и в медицине, и кадры машиностроения, и в энергетике, которые нам сегодня здесь нужны. Разговариваем с руководителями предприятий, организаций наших. Подробнее о системе высшего образования рассказал директор нефтекамского филиала Уфимского университета науки и технологии. По словам Азата Фаттахова, в этом году республиканские вузы предоставляют более 8 тысяч бюджетных мест. Рассказали одиннадцатиклассникам и о новых правилах приемной кампании. Главное изменение касается выбора направлений. Когда вы подаете заявление, обязательно вы выстраиваете приоритет. То есть вы можете подать в 5 вузов на 5 направлений. И вот на каждом заявлении, в каждом вузе вы указываете приоритет. Вот вы 5 направлений выбрали. Считаете, что самое интересное – это информатика и вычислительная техника. Но если вы по конкурсным баллам туда не проходите, вуз вас перекидывает на ваш второй приоритет, потом на третий, четвертый, пятый. Сделали это для удобства выпускников. Абитуриенту теперь не надо будет лишний раз приходить в приемную комиссию и указывать приоритетную для себя специальность. В течение нескольких часов представители вузов презентовали одиннадцатиклассникам свои учреждения. И теперь выбор только за старшеклассниками. Анастасия Тимурбаева, Ольга Смениханов. Время новостей.